Всем привет! Как увеличить ресурс вашего двигателя? В этом видео я расскажу о семи ключевых приемах, которые продлят ресурс твоего двигателя. Если ты хочешь, чтобы твой двигатель служил примерно раза в три дольше, то обязательно досмотри это видео до конца. Поехали! Ну и начнем мы с того, греть или не греть двигатель. Конечно же, греть, но делать это надо очень рационально. Не спеша заводим двигатель, делаем музыку погромче, пристегиваемся на все про все 20-30 секунд и поехали даже в минус 40. И начинаем ехать потихонечку, чтобы обороты двигателя не превышали две-две с половиной тысячи оборотов, пока индикатор температуры не покажут условный плюс 40. И вот в таком режиме двигатель эффективнее и быстрее прогревается. А самое главное, что быстрее прогревается масло, и масляный насос поддает его под большим давлением. И что важно для вас, чтобы условная температура охлаждающая жидкость была в пределах, либо же чтобы масло поддавалось под большим давлением для смазки лучшей всех пар трения. Поверьте, индикатор температуры показывает температуру охлаждающей жидкости, а блок цилиндров и сам двигатель прогревается быстрее. У нас часто спрашивают, какое масло мы можем посоветовать. Дело в том, что масло – это очень важный компонент ресурса двигателя. Так вот, если подходить к его выбору с умом, то СВС станет условно бессмертным. Для начала отметим, что в мире существует примерно 10 компаний, которые производят базовое масло, то есть основу, и 4 компании, которые производят присадки. Что мы можем посоветовать? Изучите ассортимент масла в своем регионе, затем определитесь с брендом, а затем постарайтесь определить, оригинальное это масло или нет. Попросите документы у продавца. В «АвтоСтронг» все масла оригинальные, есть все документы, и, естественно, мы поможем вам в подборе этого самого масла. Далее, воспользуйтесь инструкцией к вашему автомобилю либо онлайн-сервисами по подбору масла. Такие сервисы есть универсальные, а есть по конкретному производителю. Так вот, вы можете воспользоваться несколькими сервисами и, скорее всего, получите на выходе одну и ту же информацию. Обязательно обращайте внимание на спецификацию масла по ASEA. Зная рекомендованную вязкость и допуск по ASEA, выбирайте и покупайте масло у проверенного продавца. Ну и еще раз напоминаем, что оригинальные масла вы можете приобрести у нас. Ссылочки будут в описании. Небольшое замечание. Если есть выбор, то используйте масло вязкостью 5w30. Если у вас бензиновый автомобиль без катализатора, то используйте полнозольные масла. Спецификация ASEA A3B4 либо ASEA A5B5. Если у вас дизель с сажевым фильтром или бензиновый автомобиль с катализатором, то тогда используйте среднезольные масла. А если у вас бензиновый двигатель с ГБО, то тогда используйте среднезольные масла либо же полную синтетику на ПАО основе и эстерах. Такое масло дорогое, но себя отбивает с лихвой. Что действительно влияет на ресурс двигателя, так это интервал замены масла. И сейчас мы вас просим забыть о всех тех интервалах замены масла, которые рекомендует производитель автомобиля и двигателя. Дело в том, что любой производитель несет ответственность за автомобиль, за двигатель на протяжении гарантийного срока. Сколько это? Ну примерно 100-150 тысяч километров, 2-3 года, ну максимум 5 лет на двигатель. И любой двигатель протянет этот срок, даже если вы будете менять в нем масло, ну каждые 30 тысяч километров. Он не заклинит, но он начнет жрать масло. И тут мы вспоминаем, как в начале 2000-х годов, производители начали писать, что, мол, расход масла 800 миллилитров-литр на тысячу километров – это норма. То есть не гарантийный случай, а жрущий масло двигатель, я вам так скажу, никогда не заклинит, потому что вы в него постоянно будете доливать свежее масло. А гарантийного ремонта никогда не дождетесь. Так что, исходя вот из этой информации, сокращаем интервал замены масла. Но какими же должны быть эти интервалы? Дело в том, что на сегодняшний день есть много информации, которая основана на лабораторных исследованиях отработки. Так вот, какое бы крутое масло не было, оно полностью теряет свои свойства к пробегу в семь с половиной тысяч километров. Оно окисляется, присадки срабатываются, и эксплуатация двигателя с заменой масла каждые десять тысяч километров может быть безопасной именно при трассовых пробегах. А если двигатель с утра молотит в пробках, затем вечером молотит в пробках, то тогда 7500 – это максимум. О том, что интервалы замены масла велики, вы в первую очередь почувствуете по масложору, а также увидите по лаковым отложениям, которые можно увидеть, открутив пробку маслозаливной горловины. Отметим, что дизельные двигатели более лояльны к состариванию масла. У них поршневые кольца крупнее, поэтому лучше отводят тепло и меньше закоксовываются. При этом температура дизельного двигателя ниже, поэтому на его внутренних нетрущихся поверхностях лаковые отложения практически не появляются. Сильно перекатанное масло в дизеле сразу превращается в гудрон. Исключение из этого правила – это настоящая синтетика на ПАО-основе. Она легко выхаживает 10 000 км, потому что более стабильная. Так вот, 95% моторных масел, которые находятся в продаже – это не синтетика, а глубоко очищенная нефтяная основа. Ни в каких реакторных установках она не синтезируется. Ну что, погнали дальше? Последние лет 15 и даже более все бензиновые двигатели работают в более интенсивном терморежиме. Дело в том, что, например, в пробке ЭБУ двигателя может поддерживать температуру охлаждающей жидкости 100 градусов и более. И это сделано знаете для чего? Для улучшения экологичности, хотя там улучшение 1-2% буквально. Но из-за этого улучшения, то есть улучшение экологичности, страдает масло, страдают резиновые уплотнения, также отложения, которые внутри двигателя ухудшают его охлаждение, что более усугубляет ситуацию. Поэтому крайне важно после зимнего сезона отмыть основной радиатор охлаждения. И если у вас в области много тополиного пуха, то обязательно в июле проверьте, не забилось ли чего-либо между основным радиатором, конденсатором кондиционера, а также, если еще есть, интеркулером. В общем, поверхность вот этого сэндвича, то есть внутри этого сэндвича, все должно быть предельно чисто. Ну и по возможности можно установить более холодный термостат, а также перепрошите БУ, чтобы он открывал термостат электронно-управляемый пораньше. Далее не забываем про расходники, про свечи, про фильтры. На фильтрах вообще нежелательно экономить, ведь стоят они вообще не так-то и дорого. Но они должны быть действительно качественными, потому что некоторые двигатели могут расплющить и буквально порвать некачественный масляный фильтр, что, естественно, повлияет на ресурс двигателя. И в таких случаях некоторые владельцы после таких ситуаций приходят к нам в «АвтоСтронг» за мотором и за качественным масляным фильтром. А вообще, любые запчасти новые и бэушные и плюс вот все эти расходники для ТО вы можете приобрести на нашем сайте. Ссылочки в описании, если что. Воздушный фильтр, естественно, надо тоже менять вовремя, хотя многие об этом забывают. А менять его надо с интервалом 10-20 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации. И, кстати, с таким же интервалом надо менять топливный фильтр дизельного двигателя. Свечи зажигания нужно менять по предписанному в инструкции интервалу. Дело в том, что уставшие свечи зажигания приводят к пропускам зажигания, а несгоревшая топливная смесь может хлопнуть возле катализатора. А вы знаете, к чему это приводит? К задирам в цилиндрах. Надо отдавать предпочтение только качественным свечам. И, кстати, у некоторых производителей есть онлайн-подбор свечей. То есть вы найдете нужный вам партнамбер и сможете самостоятельно их купить. Но если что, в «АвтоСтронге» мы вам поможем. Качество топлива очень важно. И вот некачественное топливо может просто убить форсунки в дизельном двигателе. Но в паре случаев распылитель может заклинить в открытом положении, и тогда под струей топлива поршень может оплавиться и повредить стенку цилиндра. Поэтому надо заправляться только качественным топливом. У бензиновых же двигателей некачественное топливо тоже может прикончить форсунки, но может еще вызвать детонацию и, как результат, разрушение поршней. Топливо должно быть качественным и чистым в любом случае и с подходящим октановым числом. Где его брать, спросите вы? Да, в проверенных местах с большой проходимостью и посещаемостью. А вот самые дотошные могут требовать паспорт качества. То есть такой должен быть у каждой партии топлива. Ну а теперь поговорим об экологии. Здесь у нас баки AdBlue, катализаторы и клапаны EGR. Про систему AdBlue мы сегодня рассказывать не будем, потому что она ресурсу двигателя не вредит. Единственное, что двигатель может не запускаться после появления ошибки по этой системе после того, как вы выкатали весь пробег до ремонта. Но мы частенько рассказываем об этой системе в наших обзорах, просто чтобы вы представляли, как выглядят те самые баки AdBlue. Ну а сейчас давайте про катализаторы. Если катализатор разрушится либо плавится, то двигателю не поздоровится. Керамическая пыль, которую поршни разотрут, а стенки цилиндров приведет неизбежно к задирам. А вот почему так происходит, давайте разберемся. Причин много. Неправильный состав топливо-воздушной смеси, неправильное масло, льющие форсунки и механическое разрушение из-за вибраций и ударов. Вообще, если двигатель исправен, а исправен он может быть благодаря адекватному обслуживанию, хорошему маслу и топливу, то тогда нейтрализатор служит 300-400 тысяч километров до появления ошибок о снижении его эффективности. Понимаете, эффективность снижается, но никакого оплавления и разрушения не происходит. Что касается системы EGR, то она еще не навредила ни одному двигателю, ни бензиновому, ни дизельному. Самая неприятная неприятность – это густой налет во впускном коллекторе. Поэтому раз в 150 тысяч километров в дизельных двигателях надо чистить вот этот вот сажевый налет во впускном коллекторе. Также еще попутно надо будет решать вопросы с вихревыми заслонками. В принципе, то же самое может случиться и с бензиновым двигателем, но ни один поршень и цилиндр от системы EGR еще не пострадал. Но удаление EGR в современном моторе подразумевает и вмешательство в программу управления двигателем. Нужно отключать и удалять управление и самим клапаном, и обратной связью, а также корректировать топливную карту. Главное, чтобы такое вмешательство было сделано корректно. К тому же, без EGR температура в камерах сгорания повышается. Но мы не будем сейчас наводить шороху, потому что все двигатели абсолютно безболезненно работают при отключенной системе рециркуляции отработавших газов. Вот такие у нас сегодня советы. Соблюдайте их, и я уверен, что ваш двигатель прослужит еще очень долго. Пишите комментарии. Скоро увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok